Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Технологические стандарты для путевой структуры, расширение производственных площадей и открытое письмо президенту Беларуси. Информационная служба Skyway взяла новое интервью у генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого. Дрон для Skyway, который был впервые представлен широкой аудитории на Экофесте 2018, прошел первые летные испытания. Просьба Анатолия Юницкого остановить распространение недостоверной информации о проекте Skyway переведена на 7 языков. Выгодное предложение для гостей Экофест 2019 о возможности проживания в гостиницах Минска по сниженным ценовым тарифам. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий дал новое интервью информационной службе Skyway. Вот главные вопросы, на которые ответил изобретатель струнного транспорта. Чем новая фирменная структура отличается от существующих трасс? Какие транспортные решения Skyway первыми пойдут на рынок? Почему недостатки транспортной системы для инженера важнее преимуществ? Зачем Анатолий Юницкий обратился с открытым письмом к президенту Беларуси? Как развивается проект расширения производственных площадей для серийного производства струнного транспорта? И многие другие. Полную версию вы можете посмотреть на нашем сайте. Дрон для Skyway был впервые представлен на Экофесте 2018. Недавно он прошел первые летные испытания. Беспилотники такого типа с большой грузоподъемностью в будущем смогут помочь при строительстве дорог и транспортной инфраструктуры в труднодоступных местах. Использование дронов снизит затраты на доставку и монтаж конструкции и уменьшит стоимость строительства струнных эстакад. Комплекс программ в основе дрона помогает не только контролировать движение модулю, но и самостоятельно принимают решения по заданным алгоритмам в зависимости от конкретной ситуации. Интерес к дрону уже проявили во многих странах мира. Разработка в дальнейшем способна развиваться как в составе Skyway, так и самостоятельно, без участия в Skyway, на выгодных для разработчиков условиях. В настоящее время согласуется дорожная карта развития проекта. Просьба Анатолия Юницкого остановить распространение недостоверной информации о проекте Skyway переведена на 7 языков. Английский, португальский, французский, итальянский, немецкий, хинди и индонезийский. Документ адресован президенту Беларуси Александру Лукашенко. Сегодня петиция набрала уже более 24 тысяч подписей. Чтобы обращение заметил президент Лукашенко и помог остановить дискредитацию Skyway, необходимо набрать как минимум 100 тысяч подписей. Поддержите петицию основателя Skyway своей подписью. Поделитесь ссылкой со своими партнерами и другими сторонниками проекта. Подробную инструкцию о том, как подписать петицию, вы можете найти на нашем сайте в разделе новости и в комментариях под этим видео. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok